Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Сейчас 20 мая, 21 мая выборы, завтра выборы. Выборы, которые в действительности могут стать судьбоносными для этой страны. Не знаю, как в положительную сторону, в отрицательную однозначно. Если либеральная партия останется у власти, значит, что ей позволено все. И они задушат нас. И останется самый мерзкий, наверное, человек, который в этой партии, самый беспринципный, который, в общем-то, назван внутри своей коалиции патологическим лжецом. Этот человек получит право безраздельно командовать в этой стране, потому что, несмотря ни на что, что произошло, что даже уже правые средства массовой информации выступили против него и против его партии. И если он все-таки победит, это карт-бланш. Значит, австралийский народ доверяет ему полностью и доверяет ему полностью свое будущее. Как относиться к этим людям, это уже другой вопрос. Но, короче говоря, завтра важный день. Этот день может стать важным и для вас. Многие из вас приехали сюда, в Австралию, и им нужна помощь. Безусловно, к любому человеку из тех, с кем вы лично можете познакомиться, у меня есть доступ. Я их знаю лично. Я их знаю лично, как бы в группе либористских избранников, членов парламента, бывших министров, будущих, может быть, тоже. Я их знаю уже как минимум 20 лет. С того времени, как я познакомился с членом парламента, министром, парламентским секретарем, господином Лори Фергюсоном, моим другом, который я обожаю. Я обожаю его семью очень много. О них знаю, поддерживаю клан Фергюсонов. Но у вас есть возможность установить свои личные связи. Сегодня вы можете позвонить в офисы своих членов парламента, кстати, не обязательно либористских, может быть, либеральных. Но так уж получилось, что подавляющее большинство из вас живет не в самых богатых районах, кроме, наверное, Бандая. Все остальное либористские районы, соответственно, ну или почти все. Потому что в Литкомбе, опять-таки, тоже либерал власти. Это, насколько я понимаю, Рид, R-E-I-D, очень мне известный до того, как его перекроили. Там был, кстати, Лори Фергюсон, и он просто сметал всю любую оппозицию. Но из-за того, что он ушел в Дериву, из-за того, что перекроили границы этих округов, соответственно, сейчас это либеральный округ. Но, в общем-то, и там можно поработать, и там можно показать себя. Ребята, вам нужна поддержка. Вам недостаточно иметь одного Сашу Петрову, потому что он один, и вы не должны все делать только через него. Для вас созданы условия. Пожалуйста, я обзвонил офисы практически всех членов парламента. Вы можете просто туда прийти и сказать, что вот я такой-то, такой-то, такая-то, такая-то. Хотела бы поучаствовать завтра на выборах. Проведите несколько часов, и все. Вот у вас связи, связи с людьми, которые гораздо важнее, гораздо нужнее и бесплатные по сравнению с миграционными агентами. Каждый из членов федерального парламента имеет право и с удовольствием это делает, звонит в департаменты миграции, в секретариаты. Все ваши вопросы решают абсолютно бесплатно. То, что на вашей стороне выходит член парламента, это порой кардинально меняет ваш кейс и отношение к вам, миграционных офицеров. Ребята, все, что вам нужно, просто подойти, даже, может быть, позвонить. Пожалуйста, звоните, отрекомендуйтесь, фамилия, имя, адрес, номер телефона и говорите, я хотел бы поработать или хотела бы поработать на вашей избирательной кампании. Я уважаю либористскую партию. Окей, если у кого-то вдруг либеральная, говорите, что либеральная партия. И хотела бы помочь. Вот вам уже и ваши связи. Я лично переговорил с офисами Тани Плебещек. Это City of Sydney, это и Ренферн, и Центров. Более того, это же люди, которые, имеется в виду ее офис, это люди, которые могут прийти к нам и в учебные заведения. И вообще реально у нас много ребят живет в City of Sydney, как это ни странно. Но у нас хорошие отношения с Линдой Берни. Это район Когара, Рокдейл. Это Мэтт Физелвейт. Это ребята, кто в Ботане живет и вот в этой эре. Марик Вилл. Это лично Албанезия. Надеюсь, в будущей в скорости премьер-министр, лидер Австралии. Это офис Сьюзен Темплман, это вот мой Холксбери. Это Энн Стэнли Верива, где и Марк Лейтон, и Лори Фергюсон, и многие другие мои друзья были членами парламента. Это Крис Боуэн, это Кристина Кеннелли. Это Джейсон Клэр. Я, наверное, упустил еще несколько человек. Просто сейчас на вскидку не приводится возможно. Мне не кажется это возможность просто всех упомнить. Но все эти люди, на которых вы можете поработать, это вам будет стоить несколько часов. Я не хочу, чтобы вы думали, что это нужно мне. Ребята, я сейчас развиваюсь в другом направлении. Естественно, все эти люди меня прекрасно знают. Мне достаточно позвонить, сказать, от кого я, какие у меня рекомендации. Этого достаточно. Мой послужной список это 20 лет работы с юбористской партией. И, естественно, каждый понимает, что в действительности я лично могу принести пользы, наверное, больше, чем все мои студенты вместе взятые. Так уж сложилось. Но вам необходимо обрастать связями. Представьте себе, где-то у вас какая-то проблема, где-то будет трибунал, где-то долго визу ждете, где-то какой-то непонятки у вас с какими-то там с полицией, с другими госструктурами. Соответственно, кто вам будет помогать, кроме меня? Естественно, член парламента и в той эре, где вы живете, вам и будет помогать. Не недооценивайте это. Это величайшее достижение. Никто из миграционных оборудовательных агентов вам не сможет помочь, потому что они мелкие, они алчные. И они хотят, чтобы вся жизнь зацикливалась на них. С ними особенно никто не разговаривает. И миграционный агент, он персона нон-грата там, потому что он сам оказывает миграционную поддержку. И вопрос, если вы приходите с миграционным агентом в офис, то член парламента спрашивает, а вот у вас есть миграционный агент, он что, вам не может помочь? Он, по идее, должен вам помочь. Если у вас нет миграционного агента, а Саша Петров является оборудовательным агентом. В этом случае, естественно, член парламента будет действовать как агент by exam. Соответственно, эти звонки помогут вам с очень большой долей вероятности и с тем влиянием, которое вы даже не можете себе представить. И это доказано десятками и десятками и десятками случаев, которые в нашей практике произошли. Поэтому, дорогие друзья, сегодня у вас есть возможность связаться с офисом, отрекомендоваться. Можете сказать что от меня, можете просто сказать, что вы волонтер, вы хотите помочь. Даете свои данные, даете свой контактный телефон. Он вам дает время и место, куда, смс, куда вы выходите. Выходите, провели там 3-4 часа. Я буду вообще целый день до, буквально до полуночи. Основная масса выходит на 3-4 часа, не более. Но вы сделаете огромный рывок в обрастании связи в этой стране и в укоренении в этой стране. Если вам это не надо, то потом, пожалуйста, не жалуйтесь. И да, я понимаю, вы работаете. Да, я понимаю, что вы не работаете, но вы устали. Да, я понимаю, что может быть будет дождливо. Я все это понимаю. Но на будущее не жалуйтесь. Я всегда ехидно спрошу вас, а где вы были во время выборов? И что вы скажете, это так вас и характеризует. Спасибо.